не успели мы доехать до рязани как с нами приключились приключения в тачке сел точнее не села загорелся аккумулятор и мы предположили что накрылся генератором не заряжает нашу тачку панель у нас горит красненький аккумулятор вот и это значит что электричество в машине скоро кончится в целом положительная новость есть у нас дизельная тачка и она не жрет аккумулятор вот но надвигается ночь солнце села за горизонт и скоро придется включить фары есть два варианта доедем мы до рязани или нет поэтому можете написать в комментариях хватит нам доехать аккумулятора на фары на 200 километров на два с половиной часа хватит аккумулятора чисто фары или нет у нас в машине новый участник присоединился к нам подцепили по дороге алексин станислав пилот третьего аэростата так как мы собираемся перелетать эльбрус на на трех шарах и у нас главная миссия сейчас это проверить все оборудование как работает у нас здесь вот такой вот кислород этот кислород подается у нас в горелочку такие мы штуки сделали горелку так что мы сможем сами дышать а в нашей горелке будет всегда пламя который будет поддерживаться кислородом все готово ну и мы отправляемся в рязань что машина выдержала аккумулятор выдержал поездку 200 километров поэтому мы добрались до рязани приехали все класс спим сегодня вообще нам везет не будем спать в машине и нравится поспим как люди до до самого поля идет асфальтовая дорога идеальное поле нашел лев борисович отсюда старт сделал все это чехол где есть бруса и чтоб телефон не мерз как все бывает нашей жизни основная проверка это в бою приехали на старт и куча проблем не работают флешки еще что-то вроде совсем все справились три шара готовы к старту но есть еще один вопрос я принял в общем получается в общем давайте 15 пока ковер соответственно сейчас с кем-то согласовывать это ни с кем не согласую да все воздушное пространство поделено на зоны мы подали заявку несколько дней назад но вчера вечером в связи с подготовкой к параду вот только в этом году готовится к параду вот подали заявку на перелет из энгельс в тамбов на энгельс тамбов москва то есть рязани в этом не участвует но использует воздушное пространство над нами соответственно мы сегодня хотим подняться высоко и там уже смолёт лететь а сейчас будем решать чу-ка реп за вообще там такая красота хочу лететь туда у нас команда ковер нам не дают взлететь пока поэтому приходится стоять на земле но с квадрокоптера конечно там огонь ваще да в общем это дали дали добро до 11-15 местного до 300 вот после уже пройдет тренировка там перелет энгельс тверь часть бортов будет лететь надрезанию разные абсолютные шалоны они взяли типа от 0 до сотов это от 0 до 3000 метров вот где где-то будет кто летать непонятно в 11-15 дополнительное согласование и в принципе предварительно там проблема не ведь подняться на 1115 тоже позднее ну как бы классно концепция изменилась у у нас произошла команда ковер в связи с тренировкой парада в москве сегодня летит летят много самолетов на парад пролетают надрезанию и из-за этого нам закрыли небо но небо не закрыли можно пролететь на низкой высоте но наша задача сегодня подняться на 7000 метров потому что мы тренируемся для перелета через эльбрус поэтому высота в 300 метров нас не устраивает и газ мы на это тратить не хотим поэтому остаемся на этом поле и будем ждать когда нам откроет небо и мы сможем совершить нас полет по плану отмен полет это самое классное время так вот безделье до чего доходит вся дорогущая она вся нырнул ну нормально так вкусно покушать можно только приехав в поле на рассвете просидев тут четыре часа доказав пиццу в доставке до 8 и 15 ну все дали добро 7 с половиной максимально высота что у нас очередные новости мы взлетели нам повезло начали набор высоты даже уже начали одевать кислород но пришли новые корректировки от зонального центра поэтому мы продолжаем смотреть на разлив аки но пока задача главная подняться на 6 7 с половиной километров нам не не удается вот так вот можно увидеть вот эта вот деревня она сейчас обрублена к ней в нее дороге нету дорогу вон в воде деревню можно добраться только на лодке потрясающий вид который открывается сейчас вокруг наших аэростатов очень хорошо видно меандры это старицы да это старое русло реки аки то есть когда половодье вода поднимается и она может изменить свое направление как ручеек она так вьется если брать тысячелетия то она как ручеек такой по воде и вот старое русло хорошо видно сейчас непонятная ситуация складывается нам сейчас говорят нужно опуститься на 100 метров над нами будет заходить борт на посадку возможно в дягилево и походу у нас сегодня ограничение по высоте 1200 метров вон летит самолет я вижу я думаю военные не удосуживаются ну или вообще в принципе у них какой-то свой подход невозможно рассекретить информацию заранее поэтому мы узнаем по факту а этот самолет нас облетает то есть реально мы видим как он делает круг вокруг нашей заявки вот но все равно нам ограничили высоту до 1000 метров нам нужно сейчас отсюда вылететь какие-то безопасные поля и совершить посадку и они они Субтитры подогнал «Симон»